Как нам убедить человечество, что надо лететь? В научно-популярном дискурсе у нас есть вопрос, который так или иначе возникает, он даже хуже, зачем лететь? Он связан с тем, а можно ли вообще эти полеты окупить? Можно ли, живя в космосе, там зарабатывать себе на существование? Может ли колония, находящаяся в пространстве, на поверхности Луны, Марса и тем более других звезд, быть самодостаточно независимой в экономическом, политическом и другом плане? Смотрите, есть старый детский анекдот про то, что я оденусь во все коричнево и вам праздник испорчу. Поэтому я не хочу ни в коем случае испортить праздник, но действительно вопрос, о котором сейчас хочется поговорить, и я надеюсь, что на него как раз найдут другие участники дискуссии, ответы, скажут, ты не прав. Он именно о том, что, а зачем? Это вот самый главный вопрос в принципе мировой космонавтики, и он постоянно задается, и на него нужно постоянно давать ответы. Потому что космонавтика — это дорого. По нынешним меркам это реально дорого. Понятно, что мы все бы хотели жить в идеальном мире, в котором общество выделяет большую часть денег на развитие космоса, науки и всего остального. Но мир такой, какой он есть, и больше никакой. Вот другого у нас нет. И тот, который есть, он, во-первых, нестабилен. В нем есть постоянно действующие политические течения. В нем есть возможность глобальной войны. В нем есть все, что угодно. И все вот это движение, оно изо всех сил мешает планомерному и четкому научному освоению космоса. Чтобы ставить планы, чтобы в случае, если нужно, дополнительно сброситься и построить еще одну орбитальную станцию или еще что-то нужное. Выделять деньги постоянно на исследования. Не закрывать те исследования, которые не дают результата в ближайшей перспективе, а ждать этого. И вот все эти вопросы, они, к сожалению, постоянно задаются. И любое космическое мероприятие, насколько бы замечательным оно ни казалось тому, кто его создает, оно требует финансирования. И все равно придется убеждать государство, придется убеждать коммерческие структуры, придется убеждать всех остальных в том, что то, что ты делаешь, это действительно надо отвечать на вопросы, а зачем. И до того, как мы все бросились колонизировать Марс, вот вчера Саша Хохлов, он реально зажег своей речью про возможную колонизацию Марса. Это здорово, но прежде чем мы бросимся Марс колонизировать, как раз-таки хочется напомнить еще одну вещь, что, смотрите, первые несколько поколений колония на Марсе не будет самодостаточной. Человечеству придется постоянно туда довозить в огромных количествах то, что требуется для нормальной комфортной жизни. Иначе колония достаточно быстро регрессирует до уровня, когда, ой, извини, мы это не лечим здесь, поэтому тебе придется лечь и умирать. Вот твоя умиральная ямка, ложись. Люди не смогут этого допустить, те, кто на Земле, они будут следить за Марсом достаточно пристально, они будут переписываться, они будут ждать видео, они будут ждать репортажей. И ситуацию, когда марсианские колонисты в прямом эфире умирают, она способна вообще похоронить проект колонии на другой планете на много-много-много лет. И о чем я говорю? О том, что колонию, перед тем, как ее делать, перед тем, как бросаться туда, можно слетать и воткнуть флаг. В этом нет ничего плохого, это нормально. Слетали, воткнули, наоборот, все воодушевятся, наоборот, будет возможность привлечь под это какие-то дополнительные бюджеты. Но в тот момент, когда человечество или отдельная группа решит, что на Марсе нужно делать колонию, нужно продумать это на пару сотен лет вперед, чтобы колония, во-первых, найти точку, в которой она станет безубыточной, то есть, чтобы она не требовала постоянной мощнейшей огромной подпитки деньгами и ресурсами с Земли, ну, либо сделать ее самоокупаемой, чтобы они смогли на Марсе делать что-то такое, что на Земле бы ценилось, и, соответственно, перейти на возможность самостоятельного самообеспечения. Если уж марсианам что-то надо, будущим марсианским колонистам, то они способны за это заплатить и купить. Потому что в настоящее время у нас есть всего одна орбитальная станция, международная космическая станция, и то каждый раз политики как коршуны смотрят, а может быть, можно как-то вот этот бюджет подрезать, а может быть, вот с этой стороны чуть-чуть, а может быть, вот еще немножечко. И для того, чтобы создавать марсианскую колонию, требуется такой железный аргумент, что она будет самостоятельной, самодостаточной, что она сможет зарабатывать деньги, чтобы этого хватило и на процесс подготовки, и на процесс реализации. И без этого соваться на Марс нельзя. То есть просто отправить туда 500 человек, чтобы они радостно там устроили шоу «Последний марсианский герой», это глупо и безответственно. Если уж что-то делать, то всегда нужно помнить про экономическую подоплеку. Есть хороший ответ, а давайте заниматься этим, когда на Земле не будет проблем. Ну, к сожалению, вот такое время, на мой взгляд, не наступит никогда. Проблемы будут всегда. Этот год показал, что они могут как из черного ящика, как из шляпы фокусника доставаться проблемы, причем мирового масштаба, и которые пока еще до конца не решены. И именно поэтому каждый раз, когда мы начинаем говорить о колонизации, каждый раз, когда мы начинаем говорить о долгосрочном, длительном вот таком вот походе в сторону другой планеты или большой лунной базы, мы должны отвечать на вопрос «А зачем?» и «А как эта штука будет зарабатывать?» И по-иному не получится. Значит, недавно было интервью Дудя с этим, Батыгин, точно, Батыгин, да, по поводу вообще смысла колонизации Марса. Батыгин сказал, как бы Марс не обустраивали, он останется полным дерьмом по сравнению с Землей. Значит, в этой книжке герой говорит, ну, Марс, конечно, полное дерьмо по сравнению с Землей. Именно поэтому кто-то должен там жить, любить свой дом и обустраивать его поэтому, и наоборот, обустраивать, потому что любят. Потому что иначе мы деградируем. И если здесь случится, вот опять такое, это как это, это типа постапокалипсиса, вот, вот те люди, они не смогут деградировать из-за суровой среды. Они возьмут судьбу человечества в свои руки. На самом деле, на самом деле, это часть ответа, а вообще основной ответ в том, что все это надо делать, чтобы не деградировать. Вот жалко, здесь нет Александра Маркова, у которого довольно убедительные есть просто данные относительно нашей деградации и его дальнейшей деградации. Значит, средство какое? Средство делает те вещи, которые человечество развивает. Космос человечество развивает. Экономика здесь даже ни при чем. Экономика нужна, то есть, но она вторична. Она вторична, то есть, она нужна, чтобы это все не накрылось. А главный мотив-то это то, что это развитие все-таки. Это то, что, да, все, пожалуй, все, да. У меня комментарий будет о рамках лекции. Проблема в том, что я не услышал ответа, как выйти на самокупаемость. Я услышал вариант, что мы не выйдем на самокупаемость, и будет проблема. Проблема-то как раз таки в том, что никто пока не знает, как выйти. Но я скорее хочу сказать то, что нужно об этом думать до того, как мы ввязываемся в этот проект, чем потом по ходу решать. Слушайте, а зачем мы это сделали и как оно? Дело в том, что все самые замечательные и самые лучшие устремления, которые, чтобы не деградировать и еще что-то, их очень сложно людям транслировать, а еще сложнее убеждать людей давать на это деньги. И, к сожалению, это реальность нашей жизни. Все будут сопротивляться, все будут говорить, нет, нет, все в порядке, мы не деградируем. Как это сделать? Один из вариантов действительно включать марсианскую колонию в экономику. И пока не будет достаточного количества проектов, бизнес-планов и всего остального, садиться в ракету и говорить «поехали» не стоит. Я один из тех людей, который издевался над Настей Степановой, которая вам сегодня утром рассказывала, как над ней издевались в Сириусе. Наш институт занимается медицинским обеспечением космических полетов. И одна из прелестей этой работы в том, что после того, как разработано какое-то оборудование, которое помогает космонавтам на орбите поддерживать здоровье, внезапно оказывается, что это же оборудование можно, например, применить для спортивной медицины, для реабилитации детей с детским церебральным параличом и так далее. То есть это не планировалось, но когда ученый изобрел это, подготовил полностью оборудование, которое нужно для космонавтов, исключительно разрабатывалось, для космонавтов оказалось, что оно на Земле еще более необходимо еще большему количеству людей. Так, я добавлю комментарий. То, что Борис Евгеньевич упоминал о информации, о не совсем хорошем прогнозе для человечества, это вы можете посмотреть на сайте «Элементы науки». Это научно-популярный пересказ работы 2017 года. Он называется «Гены, способствующие хорошему образованию, вымываются из популяции». Это действительно интересная статья, и рекомендую вам ее потом прочитать. Я Михаил Никитин, эволюционный биолог, но тут у меня комментарий, конечно, не по своей специальности, а скорее по экономике. Вы, Михаил, говорили об окупаемости, как я понял, в денежном выражении, и это звучало бы нормально для экономистов годов 60-х или вообще современников Карла Маркса, но последние годы у нас на Земле ситуация несколько меняется, что мы видим огромное количество нарисованных денег в эмиссии, в госдолгах разных стран. То есть доллары, евро, рубли и юани, чем дальше, тем больше теряют связь с реальностью. И там раздаются голоса об экономике постдефицита, об экономике посттруда, об безусловном всеобщем доходе, то есть просто раздавать людям деньги, чтобы они хоть что-то покупали, чтобы экономика не свалилась в кризис перепроизводства. Потому что производительность труда в промышленности, по крайней мере, растет, людей заменяют роботы в производстве, а вот в потреблении роботы людей, простите, не заменят. То есть считать окупаемость явно будущего проекта именно в деньгах, мне кажется как-то странно. И тут надо смотреть, какие другие ресурсы будут лимитирующими. Потому что чем больше становится денег, чем больше становится вот этого роботизированного промышленного производства, тем больше мы упираемся в недостаток чего-то другого. Например, квалифицированных кадров, людей. Например, какого-то человеческого внимания, когда все будет упираться только в то, чтобы либо политики, либо широкие массы избирателей обратили внимание именно на это, а не на что-нибудь другое. Вот выбрасывать деньги на бесполезные проекты человечество умеет прекрасно. Ну, сколько денег вложено, простите, в развитие сети интернет? Явно это измеряется многими миллиардами долларов. При этом заметная часть циркулирующей в интернете информации – это видео про котиков. Это не вопрос, это пример. Человечество прекрасно умеет тратить деньги на бесполезные вещи. Его не нужно этого учить. Оно даже на заведомо вредные вещи, к сожалению, тратит деньги типа новых бюрократических ограничений. Ну да ладно. И еще одно соображение, которое вы сказали, про человеческую жизнь. Вы сказали, что если в прямом эфире кто-то на марсианской колонии умрет, то это на много лет похоронит всю колонизацию планет. Вот тут, простите, я вообще не понял. У нас что, люди на Земле вечно живут? Не совсем так. Хорошо, я раскрою. Скорее, мы уже просто несколько раз этого касались. Если люди будут, там начнется, например, колония начнет гибнуть и не будет возможности спасти колонистов, понятно, что умрет не своей смертью, а от старости, попрощавшись с родными и там на смерть. То есть если колония будет вымирать от какой-то причины, которая на Земле легко решаема. Например. А на Марсе окажется нерешаема. Да, это действительно аргумент, но это, понятно, требование гораздо слабее, чем требование бессмертия колонистов Марса. Насколько я помню, сейчас, то ли Элон Маск, то ли Джефф Безос объявляли там набор добровольцев на Марс в один конец, и у них только в США откликнулось десятки тысяч человек, желающих на Марс в один конец, без планов возвращения на Землю. А, не Безос и не Маск, значит, еще один проект. То есть я не знаю, там, насколько было обосновано это предложение, но желающие на него нашлись явно больше, чем надо для начальной колонизации. Да, к вопросу о самоокупаемости. Вот вы говорили, что приборы, созданные для космоса, потом пригождаются в земной медицине. Это относится не только к медицине. Программа Аполлон, например, много раз окупилась. Технологии, созданные в ходе ее для полета на Луну, вполне нашли земные применения и в огромном количестве. То есть в масштабах экономики большой страны это будет окупаться. Не факт, что это окупилось именно для тех подрядчиков, которые работали над программой Аполлон. И, конечно, это не окупилось для НАСА, потому что патенты не у нас осталось. Но в масштабах государства это, по крайней мере, в ситуации 60-х, 70-х годов окупалось. С тех пор экономика стала другой. Тут, конечно, надо хороших экономистов было сюда приглашать. Я не настоящий сварщик, я только маску нашел. Мне кажется, что проблемы с самоокупаемостью марсианской колонии вы преувеличиваете. В Солнечной системе не очень много мест, где могла бы существовать земная жизнь даже теоретически. И даже ближайшее, что можно сказать, похоже на Землю, это планета Марс. Она значительно хуже, чем самые-самые-самые плохие места для жизни на Земле. Возможно ли найти у других звезд нечто такое, такую планету, которая могла бы выглядеть настолько лучше Земли, чтобы это сподвигло человечество вообще не просто заинтересоваться, подвигнуть его на факт планирования и, возможно, осуществления межзвездного перелета. Что может быть лучше, чем наша планета, которую мы по умолчанию считаем самым замечательным местом во Вселенной? Другой-то у нас нет. Именно потому, что другой у нас пока нет. Честный ответ мы не знаем. График по одной точке не построить. Планета Земля более-менее для земной жизни подходит. Тут можно, конечно, сравнивать Землю сейчас с Землей в разные моменты ее геологической истории. У палеонтологов такие работы есть. Например, тот климат, который у нас сейчас на Земле есть с зональностью от влажных тропических лесов до ледяной Антарктиды, это для Земли скорее исключение. Большую часть последнего полумиллиарда лет, когда были животные, ледников не было. Во времена динозавров в юрском и меловом периоде, судя по ископаемым растениям, был довольно ровный субтропический климат почти от экватора до самого полюса. Там в конце мелового периода крокодилы ползали в канадском арктическом архипелаге, который уже тогда был за полярным кругом. Мы можем что-то такое сделать с Землей, вернуть ее к мезозойскому климату, но в процессе будут резкие изменения, которые нам сильно не понравятся. Типа подъема уровня моря метров на 100 или 200. А вот найти планету, которая похожа на мезозойскую Землю по климату, то есть все хорошо, только без холодных мест и без слишком жарких сухих пустынь, которые на Земле тоже сейчас есть в количестве. Там Сахара, австралийские пустыни, а в мезозоре их таких толком не было. Это может быть, конечно, приманкой для переселения, но других таких приманок для переселения именно в виде хорошей далекой планеты я придумать не могу. Гораздо более реалистична не приманка у другой звезды, а волшебный пендель у нас здесь. Любого происхождения. Ну, скажем, там, 500-километровый астероид, который угрожает столкнуться с Землей через тысячу лет, или что люди сами на Земле что-то сильно испортят экологией, или какая-то надвигающаяся геологическая катастрофа типа траповых извержений, которые устроят кислотные дожди и скачки температуры на десяток градусов по всей Земле. Вот от такого, конечно, человечеству сильно не поздоровится, и это может быть повод бежать на другой глобус. Самая реальная перспектива, которая мне, конечно, не нравится, но мне кажется наиболее вероятной, что люди просто будут на Земле создавать друг другу проблемы не такие не физические, не биологические, а социальные. То есть поскольку людей на Земле уже около 7 миллиардов, и рост численности человечества еще не закончился, людям будет становиться все теснее и теснее, ресурсов многих больше не становится, и даже если мы как-то научимся договариваться, чтобы избегать кровавых войн за дефицитные ресурсы, все равно это самое договариваться будет очень-очень напрягать человечество, придется очень сильно себя ограничивать. Простите, американские автомобили 50-х, 60-х годов, массовые, будут казаться недостижимой роскошью по своему размеру и грузоподъемности в качестве частного транспорта, например, потому что они потребляли какое-то безумное количество бензина. Вот от этого может иметь смысл бежать хоть на Марс, хоть к другим звездам. Правда, тут все зависит от технологий для межзвездного перелета. Легко может оказаться, что наладить приличную жизнь на Марсе окажется проще и дешевле, чем на улучшенной копии Земли, которая летит десятки световых лет. Все так и есть. Я исключительно к тому, что, к сожалению, аргумент про увеличение популяции, он не настолько стопроцентный. Последние исследования показывают, что, скорее всего, в ближайшие лет 30-35 рост еще будет, а потом вплоть до того, что некоторые ученые говорят, что наоборот начнется постепенное уменьшение рождаемости. Если посмотреть сейчас на последние годы, то там уже и Китай, и Индонезия, и все очаги, где мы делали новых людей, они, к сожалению, показывают то, что они потихонечку хуже и хуже. А если смотреть на что-нибудь типа Южной Кореи, так там вообще беда. Южных корейцев не так много, у них единица выше почти коэффициент, то есть на каждых двух человек рождается один ребенок. И буквально 5-6 поколений, и они очень резко уменьшатся, их население. То есть именно как аргумент, что у нас станет скоро все очень-очень много, не факт, что он сработает именно так. На самом деле, по логике, основная информация должна быть как раз моей. Лекции, докладе. Но очень сложно как раз выдавать информацию, делать комменты, как раз без привязки конкретным цифрам, что я хочу сделать как раз в докладе. Но хотел бы отметить, что да, есть несколько легенд. Вот одна из любимых легенд о том, что Аполлон окупилась несколько раз. На самом деле, вот как раз в чистом виде программа «Сатурн» Аполлон вряд ли окупилась. В чистом виде. То есть там считанные проценты технологий ушли, подавляющее большинство технологий остановилось и не использовалось, да и по понятным причинам. Но здесь нужно учитывать такое, что порой даже от Н1 нашей лунной программы осталось больше. Гораздо больше, которая используется до сих пор момента. Есть там косвенные моменты, которые на самом деле очень помогли человечеству и United States в частности. Вот, например, была такая косвенная программа, реально связанная с Аполлоном, но косвенная программа «Центавр». Она не участвовала в прямом смысле «Сатурн» и «Аполлон». Вообще, она использовалась на начальном этапе, а к опыту получения водородов, ну, работы с водородными двигателями. Так вот, если смотреть по деньгам, она гарантированно до сих пор не окупилась. Потому что в начале 60-х у нее были вбуханы такие деньги, там, эти миллиарды долларов, что физически. Вот, если бы коммерческие конторы стали ставить цену, чтобы купить разработки в начальном этапе, шансов не было никаких, чтобы она дальше летала. Но так как ее это платило государство, уже был сделан готовый блок, который может пускать серийное производство, он потом успешно выводит спутники, стационар, межпланетные станции. То есть, реально, без него мы бы в США выводили гораздо более легкие аппараты, где стационары, спутники. То есть, он не купился финансовый вид, но благодаря нему мы видим вот марсоходы на Марсе и прочее. Это принципиально разные вещи. Следующий вопрос, он связан еще с одним вопросом, который мы не упоминали в ходе нашей лекционной программы до этого. И он тоже не очень веселый. Не настолько, насколько это финансирование межпланетных полетов и прочее. Но, тем не менее, он был поднят еще в первое десятилетие 20 века. И он сформулирован в виде парадокса Ферми. Если есть другие планеты, если на них возможна жизнь, то почему мы не видим сигналов с других планет? Высказать четкое мнение по этому поводу невозможно. По понятным причинам мое мнение, то, что я говорил. Вот здесь часть этого вопроса, наверное, может взять на себя Михаил, потому что он участвовал в той же самой дискуссии в Троицком варианте, где участвовали люди, которых я уже цитировал. Это Евгений Кунин, который считает, что вероятность зарождения в жизни описывается числом 10 минус тысячный. Это Армен Мулкиджанян, который аргументировал тем, что страшно маловероятен переход к фотосинтезу. Это Александр Марков, который немножко более оптимистично смотрит на вещи. И вот Михаил. И, в общем, консенсус был такой, что если нам и светит найти какую-то жизнь, то, скорее всего, она будет очень примитивной. И что очень велика вообще вероятность, что мы в галактике единственные. Что до, скажем, Кунина, то из его оценки следуют, что мы единственные в пределах горизонта Вселенной. Вот. Просто жизнь – это очень маловероятная штука. Ну, а что делать? Ну, вот это основное, так сказать, наиболее реалистичное объяснение парадокса Ферми. Другие объяснения, что там мы слишком рано появились и так далее, и так далее. Ну, что значит слишком рано? На 3 миллиарда лет раньше, чем Земля, уже существовали подходящие планеты. На 3 миллиарда лет раньше. Вот. Жизнь, скорее всего, происходит либо быстро после формирования планеты, либо никогда. То есть шансов на более раннее развитие было полно. Еще один аргумент, он, конечно, не астрофизический, а социальный. Это то, что развитые цивилизации долго не существуют. Потому что в самом понятии развитая цивилизация уже заложена много противоречий. Вот. Ну, вот, собственно, и все. То есть понятно, что здесь можно много спекулировать, но это будут именно спекуляции. Реально сказать что-нибудь сложно. Самый такой увесистый аргумент – это, скорее всего, низкая вероятность жизни. Я не знаю, поддержит меня Михаил или не поддержит. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Я хочу дополнить вот с какой стороны. В парадоксе Ферми и в формуле этой… Да, формуле Дрейка, которая должна была давать оценку количеству цивилизаций во Вселенной, там пропущена такая важная вещь, как время, необходимое для развития жизни от первых микробов до разумных животных. На Земле это заняло 4 миллиарда лет. Это довольно большой срок. Это того же порядка, что и срок существования Вселенной. Жизнь, насколько мы можем судить, на Земле возникла более-менее сразу, как только Земля появилась в пределах нескольких сотен миллионов лет. А вот дальше эволюция пошла гораздо медленнее. Ну, я на эту тему даже отдельную лекцию читал. К сожалению, сейчас уже не успеваю, наверное, эту презентацию тут показать. Но если совсем коротко, то 3,5 миллиарда лет назад уже была достаточно развитая бактериальная биосфера на Земле. В ней были бактерии, в ней были археи, в ней не было животных и растений, и в ней не было цианобактерий, то есть микробов, занимающихся кислородным фотосинтезом. Мир был бескислородный. И он в таком режиме существовал более миллиарда лет, без особых изменений. 2,5 миллиарда лет граница архея и протерозоя произошла кислородная революция. В ней распространились цианобактерии, выделяющие кислород, кислород попал в атмосферу, какие-то древние микробы, которые к этому не смогли приспособиться, вымерли, какие-то закопались под землю, где кислорода нет, какие-то приспособились. Биосфера сильно изменилась, появились эукариоты, клетки с ядром, к которым относятся амебы, инфузории, грибы, растения, животные и так далее. Но растений и животных тогда тоже не появилось. Протерозой — это еще миллиарда-полтора очень-очень медленной эволюции, когда на Земле почти ничего не менялось. То, что у палеонтологов называется скучный миллиард лет. Там моря постепенно, очень не торопясь, заселялись микроводорослями, потом появились водоросли многоклеточные в виде сантиметровых ленточек, а животных все не было и не было. Под конец протерозоя эволюция опять ускорилась, наступило глобальное оледенение, земля-снежок, криогеновый период так называемый, когда 30-40 миллионов лет льды покрывали всю сушу до самого экватора. Потом это оледенение закончилось, льды растаяли, и сразу же после этого в морях появляются многоклеточные животные. Самая первая фауна животных, известная палеонтологам, — идиокарская фауна. Плоские бесскелетные существа без рта и конечностей, но уже довольно большие, и это животные. Потом кембрийский взрыв, животные обзаводятся скелетами, сразу всевозможными хитиновыми, костными, карбонатными ракушками и так далее. И дальше 500 миллионов лет бурное развитие животного мира от трилобитов и кораллов до человека, осьминогов и других относительно разумных существ. Почему так было? Почему было три периода быстрой эволюции, разделенные двумя очень большими промежутками медленной эволюции? Почему вот эти скучные миллиарды лет, один в Архее, другой в Протерозое, были именно миллиардом лет, а не десятью миллиардами? И почему они вообще были? Точного ответа, конечно, никто не знает, но я склоняюсь к тому, что продолжительность этих миллиардов лет определялась железным балансом Земли. В Архее, пока кислорода в атмосфере не было, в океанской воде было растворено много железа, двухвалентного, восстановленного, растворимого в воде. И микробы, которые жили тогда, занимались не кислородным фотосинтезом, а железным фотосинтезом. То есть они окисляли это железо до трехвалентного, оно падало на дно моря, и в Архейском периоде откладывались характерные железные руды. Полосатые железные руды, они же джеспелиты, они же бэндед айрон формейшнс. Такие камни, у которых действительно много тонких красных и серых полосок на поперечном спиле. Прослойка оксида железа, прослойка какого-нибудь карминезиома или карбоната. И, собственно, к концу Архея что произошло? Они это железо из океанской воды все употребили и влетели в ресурсный кризис. Они это железо тратили на фотосинтез, эта затрата немножко восполнялась за счет активности подводных вулканов, за счет смывания суши, но эти геологические механизмы работают все медленнее и медленнее, потому что геологическая активность планеты затухает со временем. А биосфера, наоборот, развивалась, росла, занимала все больше места и потребляла железо все активнее. Когда, соответственно, настал конец железа, ресурсный кризис, тут микробы стали экспериментировать с другими способами фотосинтеза, освоили кислородный, который нуждается только в воде, а воды у нас с большим запасом для биосферы хватает. Второй скучный миллиард именно к оледенению, именно к моменту появления животных произошло резкое повышение концентрации кислорода в атмосфере. После кислородной революции кислород появился, но его очень долго там было 1-2% от современного содержания. Почти весь протерозой кислород был мало. А перед появлением животных его уровень скаканул вверх очень резко, почти к современным значениям. И для появления животных это, видимо, было необходимо. А весь протерозой кислород тратился на что? На окисление тех минералов на суше, которые окисляются. Те же минералы железа, а также сульфидные всевозможные руды, которые тоже пополняются геологической активностью, их выбрасывают вулканы, геологическая активность со временем затухает. Когда этот путь, сток окислорода закончился, когда на суше окислилось все, что могло окислиться, содержание кислорода пошло вверх, животные появились. То есть получается баланс между поступлением железа в биосферу геологическим и потреблением железа биосферой, уже самой биосферой, на фотосинтез. Если бы наша планета была вдвое больше суперземлей, ее геологическая активность продержалась бы дольше. И все эти события, связанные с исчерпанием железа сначала в море, потом на суше, тоже задержались бы на миллиард, другой, третий лет, а то и десятый. Если бы мы жили около красного карлика, если Земля была бы около туского красного карлика, у нас бы меньше было света пригодного для фотосинтеза при той же температуре Земли. Фотосинтез был бы слабее, железо потреблялось бы медленнее, все это тоже бы сильно затянулось. Если бы Земля, скажем, при образовании планеты получила вдвое меньше фосфора, чем у нее есть сейчас, без фосфорных удобрений тоже все растительное растет плохо. Тоже есть большой шанс на задержку на этом месте. То есть задержка кислородной революции, задержка появления животных это такие вещи высоковероятные. На самом деле мы появились достаточно поздно. Еще полтора-два миллиарда лет и повышение светимости Солнца приведет к тому, что на Земле настанет катастрофическое глобальное потепление и мы там жить бы уже не смогли. То есть три четверти гарантийного срока Солнца наша планета уже потратила на то, чтобы произвести разумную жизнь. То есть мы уже близки к верхнему пределу, поставленному Солнцем. По геологическому времени близки, по человеческому меркам, конечно, полтора миллиарда лет. Это еще не близкая перспектива. Но вот, вполне возможно, что мы действительно в нашей галактике первые, причем так с отрывом на миллиарды лет, от других возможных конкурентов. Мне этот вариант кажется вполне вероятным. И если я прав, то, полетев к другим звездам, мы найдем кучу планет с микробной биосферой, похожей на архейскую Землю, которые просто не успели развиться дальше по тем или иным причинам. То есть мне кажется, что жизнь должна быть в космосе очень распространенной. Я в этом смысле больше оптимист, чем Кунин. Но шансы ее развития до крупных разумных существ гораздо меньше, чем это обычно считается. То есть вполне может быть, что разумная цивилизация, мы в галактике наша единственная на миллионы лет в прошлое и будущее. Маленький комментарий. Тоже вот в форме Дрейка. То есть, ну, на самом деле, это, конечно, называлось, просто хочу погомендировать с точки зрения техники, то, когда там был начальный анализ цивилизации, почему не излучают, то исходили из предположения, что эта цивилизация тратит некоторый процент своих энергий столько, чтобы послать сигналы куда только можно на каждую звезду. Но даже вот наша цивилизация таким не занимается. Да, был там начальный период, когда радостно послали сообщения, прикрепляли таблички сначала к Пионерам, потом к Вояджерам и так далее. Но в последнее время вот я пытался на новые горизонты там посмотреть, есть ли какие-то таблички межводства, нет, там просто вот кто желающий мог отправить любое сообщение и прикрепили все это. То есть мы, потому что Земля пережила тот период, когда хочет всем отправлять из цивилизации. То есть они там могут и быть. Только никуда не отправляют, а мы их не слышим. Да, и я могу еще прокомментировать. Потому что они в интернет не выходят. Есть еще, была такая любопытная работа, если не ошибаюсь, ну, по-моему, лет 6 или 7 назад, после первых полных обзоров на новых телескопах в инфракрасном диапазоне, там астрономы просто прошлись и посмотрели, нет ли на больших красных смещениях каких-нибудь галактик с аномальным излучением в инфракрасной области. Сделано это было для того, чтобы просто вот взять и посмотреть. А вдруг кто-то построил сферу Дайсона, это мегаконструкция, окружающая звезду, которая вообще должна была посвятить в инфракрасном диапазоне так сильно и так своеобразно, что можно было бы заметить на межгалактических расстояниях очень хорошо. Ну, к сожалению, не нашлось. Поэтому, вероятно, что если кто-то есть, то он не строит мегаконструкции и тоже не хочет, чтобы его увидели. Ну, давайте вот такого обзора различных теоретических и не очень вещей. От экономики, от биогенеза и возможности существования других цивилизаций поговорим снова о нас, о людях. И, Полина, мы в наших лекциях на ЛКШ многократно упоминались изоляционные эксперименты и другие работы Института медико-биологических проблем. В них ученые пытаются разобраться с тем, как ведут себя люди при длительных изоляциях, в условиях сопряженных с выполнением различных экспериментов, сложной работой и также длительным ожиданием. Это все те вещи, с которыми придется столкнуться при полетах на Марс, при жизни на Марсе в течение долгих лет и, возможно, вообще всей жизни, которую проведут колонисты на Марсе, по крайней мере, на начальном этапе. И можно ли вообще как-то эти результаты транслировать на возможность еще более долгих перелетов? Тут сложно сказать. Мы смотрим не только на изоляционные эксперименты, мы еще пытаемся подсмотреть в другие места, где люди, естественно, находятся в изоляции. Например, проводим эксперименты в арктических, антарктических станциях. Недавно вот только вернулся наш врач Института, он ездил на станцию Восток в Антарктику, проводил там в том числе и психологические эксперименты, смотрел, как во время зимовки меняется мышление, скорость реакции и как раз управление космическим кораблем виртуально. Эксперимент пилот-Т космический они там проводили. Скорее всего, люди остаются людьми, сколько бы они куда ни ехали, в каком бы положении они ни находились. Так что мы предполагаем, что да, мы можем говорить о том, что те феномены, которые мы наблюдаем у людей в изоляции, в наших экспериментах, в других условиях, их можно экстраполировать и на более длительные полеты. Но мы не случайно, то есть сейчас проводятся эксперименты исключительно вот на ближайшую перспективу. Я не знаю, решимся ли мы когда-нибудь через 10 лет провести изоляционный эксперимент на, не знаю, на 100 лет, где будут люди находиться в, не знаю, в криокамерах или воспроизводиться естественным образом человечество. Но мы наблюдаем, что уже просто даже простая вещь, как нахождение на антарктической станции, простая вещь, как полёт орбитальный, он вызывает некоторые трудности с психикой, о которых надо заботиться, которые надо преодолевать. Например, есть такие феномены, как, я думаю, что многие почувствовали, когда был общий период самоизоляции, те, кто провёл его в своей квартире, почувствовали, что длительное нахождение в замкнутых условиях неблагоприятно воздействует на вашу психику, на ваши отношения с ближайшим окружением и на вашу продуктивность и эффективность деятельности, на когнитивные функции в целом. Если не препятствовать этим негативным воздействиям, то и люди на самоизоляции, и космонавты в длительном косметическом полёте хуже работают, хуже спят, хуже себя чувствуют. Есть мои любимые примеры, это, конечно, примеры более экстремальные, когда проводится одиночная изоляция, и человека заодно, на всякий случай, запрещают ему спать в течение нескольких суток. И вот в таких условиях психика выходит, испытывает ещё большие трудности, и могут возникнуть галлюцинации, могут возникнуть иллюзии восприятия, вы можете слышать музыку в шуме вентилятора, может появиться дополнительный человек, с которым вы начнёте общаться, потому что очень скучно сидеть в одиночестве. Но такие экстремальные явления психики, они возникают в более экстремальных условиях. Если, например, мы уже давно не летают космонавты по одному, тоже не случайно. Уже давно тоже создаётся группа, желательно больше двоих человек, тоже не случайно, потому что взаимоотношения в группе из двух человек могут быть гораздо более напряжёнными, чем в более крупных группах. Мы изучаем, как общаются полярники, например, в экипажах, в полярнике-зимовщике, группа которых состоит из 20-25 человек, ещё больше человек. Чем они отличаются от групп, которые, например, из шести человек, которые я непосредственно изучаю, сравниваю между собой, как происходят взаимоотношения в смешанном экипаже по национальному составу. То есть какие проблемы вызывают то, что люди просто разного происхождения или даже они из одной страны, но у них разные профессии, потому что они принадлежат уже к разным культурам. Там научный сотрудник и офицер военный — это люди разной культуры, так же, как и лётчики. И любой представитель своей профессии отличается по своему мышлению от других людей, и найти общий язык в этой ситуации тоже может быть сложно. Что было обнаружено ещё? Кроме того, что трудно бывает в изоляции, и это неблагоприятно воздействует на психику, группа, которая находится в изоляции, если она хорошо сформирована, у них нет острых конфликтов между собой, они находят общий язык, то может произойти противоположный эффект. Люди, которые слишком хорошо находят общий язык и находятся в изоляции, они начинают думать слишком похоже. И это рассматривается как потенциальная опасность космических полётов. Мы посылаем экипаж к Марсу, хотя бы к Марсу пока, и они летят, они уже выходят на связь с Землёй, с задержкой связи, они могут напрямую общаться через переписку, через видеосообщение, и они всё больше и больше хотят общаться друг с другом. Они, судя по данным наших экспериментов, всё меньше и меньше хотят общаться с Землёй, то есть для них значимое отношение внутри экипажа. И они начинают думать одинаково, они уже к решению проблем подходят одинаково. То есть снижается творческий потенциал группы в целом. И возможно, что люди не найдут те решения, которые могли бы найти, если бы они не были так сплочены, как группа. И есть ещё феномен, который тоже мы наблюдаем, к сожалению, «свои против чужих». Это известный феномен в социальной психологии, когда представители одной группы, которые привержены к этой группе, разделяют её цели и ценности, они считают свою группу важной, значимой, правильной и правой во всём. А вот представители, похожие на другой группы, они уже немножко похуже. Вы не можете сказать, чем конкретно они хуже, но они не такие хорошие, как мы. И это можно... Я думаю, что самый простой пример — это когда все учили в школе, и представители вашего класса, они ближе и понятнее, чем вот эти Бэшки, Гэшки и так далее. С ними проще найти общий язык. То есть представители другой группы автоматически считаются немножечко менее надёжными, менее привлекательными и люди менее прислушиваются к их мнению. В космических полётах это может, к сожалению, прийти к тому, что группа, та, которая летит к Марсу, будет считать, что их мнение и их решение задач или какое-то решение проблемы, которое у них возникло во время полёта, гораздо лучше и правильнее, чем вот эти все советы с Земли. То есть люди в ЦУПе, они плохо что понимают. Они не здесь, они нас не понимают, они другие. И с этой проблемой сейчас тоже психологи думают, как бороться с этим феноменом и как поддерживать взаимосвязь и взаимопонимание и рабочие взаимоотношения между ЦУПом на Земле и экипажем, который уже автономен, который уже улетает достаточно далеко. Ну, все эти проблемы, они стараются психологи их решать с помощью психологической поддержки, с помощью... Да, ещё один тоже мой любимый феномен, это то, что хуже всего психика работает не просто в замкнутом помещении, не просто в искусственной среде, где всё однообразно, всё одинаково, но ещё и когда люди скучают. Оказывается, что психика человека очень не адаптирована к условиям скуки. Она начинает выдавать некоторые феномены, которые, чтобы, видимо, просто развлечь как-то своё поведение, свой мозг, и все иллюзии восприятия и все, вот как раз, галлюциногенные феномены, часто в наблюдаемых экспериментах одиночных они наблюдались у тех людей, которые не занимали свой досуг. Поэтому, например, очень большой вопрос, чем мы будем занимать космонавтов, которые летят к Марсу, месяцы, то есть они должны очень интересно проводить время, иначе снизится их когнитивные функции, повысится конфликтность, взаимоотношения и так далее. То есть чем они должны заниматься? Они должны постоянно чему-то новому учиться. Как они должны сохранить навыки посадки, стыковки и так далее, которые мне нужны в течение месяцев. И вот этими всеми вопросами занимаются сейчас психологи, и мы их будем отрабатывать в наших изоляционных экспериментах. Сейчас вот перенесся наш будущий эксперимент. Я не знаю, Настя рассказывала про следующие этапы Сириуса. Впереди у нас 8 месяцев, и я надеюсь, что несколько годовых экспериментов, где мы будем очень долго наблюдать за людьми, смотреть, как они адаптируются, как они взаимодействуют между собой, смотреть, как нам нужно подбирать идеальный экипаж, чтобы он идеально взаимодействовал с собой и с Землей и искать ответы на все эти вопросы. А как вы определяете границу допустимости вот этих экстремальных экспериментов? Вот у человека пошли галлюцинации, но вам интересно, что дальше. А вы не боитесь, что потом он не вернется к нормальному состоянию? Те эксперименты с иллюзиями, галлюцинациями и так далее, это очень давние данные. Сейчас такие эксперименты не проводятся, потому что медицинская этика зашла далеко вперед. И очень большие, сильные ограничения по тому, что мы делаем. Сейчас испытатели подписывают информированное согласие. По каждому эксперименту им рассказывается, что над ними будет проводиться, зачем, какие есть риски. И люди уже... Сейчас у нас люди проводят без сна в эксперименте, не в одиночестве. Без сна они проводят всего несколько часов, то есть одну ночь, например, без сна. И здесь уже не будет никаких патологий, скорее всего. Плюс они проходят очень тщательный, очень тщательный медицинский, психологический отбор. Когда... То есть люди, у которых потенциально могут возникнуть какие-то такие трудности, они не попадают в изоляцию, не попадают в наши эксперименты. Плюс за экипажем круглосуточно наблюдают врачи, которые смотрят, что все в порядке. И всегда есть врач в самом экипаже, который тоже может отсечь. И в любом случае, если человеку плохо в нашем эксперименте, он всегда может выйти по собственному желанию. Вот про самоизоляцию коронавирусную. Я спрашивал людей, мне интересно, как люди реагируют. Многие люди говорят, у меня была депрессия, я там спасался от депрессии так, так, сяк. И в итоге люди действительно, очень многие страдали от этого, именно страдали. И это было время самое плохое. И я наблюдал сам очень близко за некоторыми людьми, которые действительно страдали от этого. И как-то непонятно было, как помочь. Однако, какой-то процент людей мне говорили, ой, это было замечательное время. Я, кстати, из них. Я, в принципе, так живу уже много лет, примерно так. То есть, конечно, я встречаюсь с людьми, все такое, но, тем не менее, мне вполне комфортно дома. Я работаю из дома, и все хорошо. То есть, комфортную среду вокруг себя создал, и все здорово. И в итоге получается, что вот насколько, ну вот вот эти команды, которые подбираются, понятное дело, что там психологи их проверяют и так далее, но вот насколько важно вот этот человек экстраверт, интроверт, какой у него психотип, и помогает ли это в... Ну, понятное дело, что я могу говорить, что я вот такой весь закрытый интроверт, и могу быть там дома, находиться в любое время. Но на самом деле это может быть неправда, потому что в любом случае в моей жизни присутствуют люди, и присутствует там выход на улицу, не знаю, солнышко присутствует, а там его не будет. И вот вопрос, насколько это важно все-таки, или в пределах, ну, грубо говоря, отработать в пределах какого-то лимитированного времени, и за несколько месяцев, или тем более лет, любой человек сломается абсолютно? Нет, скорее всего, мы все очень разные, и действительно есть люди, которые заранее подготовились к самозоляции тем, что за много лет уже создали себе такие условия, что они уже живут... Я просто понимаю, у меня тоже многие знакомые говорят так, вот мы просто, нас очень много спрашивали журналисты во время самоизоляции, что психологи советуют для людей в самоизоляции, и многие не понимали, зачем советовать, и так же все отлично. Но, к сожалению, действительно не для всех. Вы были готовы. Вы, во-первых, да, по темпераменту вам это комфортные условия, и плюс, я думаю, что у вас, у вас образ жизни вам позволял, то есть вы заранее запланировали, что у вас есть досуг, у вас есть организованный режим труда и отдыха. Люди, которые не привыкли к такой жизни, им, они не знали, что им нужно самим себе, как психологи делают это для космонавтов, организовать режим труда и отдыха, организовать психологическую поддержку и регулярное общение с близкими, причем желательно, да, вот с видео, чтобы видеть эмоциональную экспрессию других людей, чтобы не чувствовать себя в одиночестве, организовать интересный досуг, творческую деятельность продуктивную и так далее. И люди, которые не были готовы, не знали, что им просто это нужно, они оказались действительно в тяжелой ситуации. Но наши испытатели, они, во-первых, готовятся к эксперименту, во-вторых, их постоянно поддерживают психологически, то есть им не дают скучать, их загружают работой до нельзя, и они занимаются еще физкультурой, что безумно важно тоже в таких условиях для просто эмоционального благополучия. И то есть у них понижены шансы сорваться и почувствовать себя как обычный человек на самоизоляции. Но насчет экстраверсии, интроверсии, классические психологи наоборот рекомендуют интровертов не пускать в изоляцию, особенно надолго, потому что они там замкнутся, сядут в свою каюту и не будут участвовать в жизни экипажа, не будут продуктивно взаимодействовать, поэтому классические экстраверты, ну или не совсем такие крайние интроверты считаются лучше, чем интроверты для условий изоляции. Вы сказали, может быть проблема, слишком сплоченный экипаж, а также помню, что против ЦУПа начинают выступать, а тогда не лучше ли сделать вариант, когда взять, скажем, специально сделать конфликт, чтобы развивался, то есть отправить два космических корабля к Марсу, соответственно, чтобы был некий элемент конкуренции, соответственно, и чтобы потом боролись против ЦУПа. может быть, если не создавать конфликты внутри отдельного экипажа, что опасно просто в автономном полете, может быть, создать какую-то напряженность психологическую, это не исключено, но здесь надо быть очень аккуратными. А потенциальная космическая, ну, не гонка, но конкуренция между разными странами и миссии, выполняемые в одно время, они могут способствовать? Даже если экипаж будет лететь один, но он будет знать, что вот они запустят, и вдруг они прилетят раньше. То есть, опять же, это не они из кого-то другого, они из экипажа, из ЦУПа. Что-то такое может им помогать или наоборот? Мне кажется, да, вполне может поднять мотивацию, если люди очень патриотически настроены, и для них важно, чтобы именно их экипаж или их страна первыми достигла следующей планеты, то, может быть, вполне у них будет повышенная мотивация, им будет легче справляться с этими условиями, потому что они четко знают, зачем они это делают. Ну, и у меня еще вопрос. Если исследования проводятся на тщательно отобранных добровольцах, и, соответственно, экипажи для первых межзвездных полетов будут сформированы тоже с тщательным подбором, то можно ли потенциально собрать колонистов с таким качеством просто невозможно. Невозможно просеять столько людей, чтобы найти, например, 500 человек, соответствующих уровню космонавта. А что будет с коллективом из людей, которые немного хуже? Хуже — это неверное слово, у которых больше разброс характеристик, и отбор для которых проходил по другим условиям. я надеюсь, что методы психологической поддержки будут развиваться, и в итоге они будут способны помогать людям, обычным людям, людям с слабой психикой, то есть если когда-нибудь мы будем жить там на две планеты, и население Марса будет достаточно крупным, что психологи понадобятся обычным людям на Марсе, я надеюсь, что к этому времени уже методы психологической поддержки будут достаточно развиты, и мы будем точно знать, что вот такому человеку нужно вот это и вот это для того, чтобы он адаптировался к этому полету. Например, вот этому человеку нужно отставить в покое, ему нужно дать такую-то и такую работу, здесь командиру мы дадим такие-то рекомендации по взаимодействию с остальными членами экипажа и разработать более такой индивидуальный подход. Я надеюсь, что мы скоро это осилим. Довольно мало. Хотел спросить Полину, правильно ли я понимаю, что чем больше групп в изоляции, тем меньше требований к отбору ее членов, чтобы все прошло нормально? Нет, их надо также отбирать, просто если маленькая группа в изоляции, она остается, то есть там другие феномены, просто по-разному идет развитие групп. Если это маленькая группа, более вероятно, что они будут более сплочены и будут развиваться феномены, которые нас пугают в этом направлении. Если группа слишком большая, мы знаем по полярникам, что наиболее вероятный вариант, что это будет разбиение на подгруппы и уже могут быть напряженные отношения между разными подгруппами. То есть это разные проблемы, разные механизмы. Кроме полярников, я тут могу вспомнить еще примеры, связанные с экипажами кораблей. То есть, во-первых, куча мемуарной литературы про то, как там в Австралию плавали в эпоху паруса, это было при времени, как на Марс лететь примерно, близко к тому. Во-вторых, сейчас тоже в сильной изоляции оказываются военные моряки на атомной подводной лодке в автономке. Понятно, что при численности экипажа за сотню человек там отбор не такой строгий, как в ваших экспериментах. И вот про подводников я слышал, что автономки больше пяти месяцев у них не делаются именно из-за проблем с психикой, которые начинаются после пяти месяцев. К сожалению, с подводниками я не работала, не могу сказать. Ладно, хорошо, тогда потом поменяемся с ссылками. Ну, и у меня тоже еще есть вопрос. Полина, я знаю, что в Сириусе в том же используются элементы виртуальной реальности при имитации высадки. А в качестве дополнения к психологической разгрузке виртуальную реальность используют, потому что у меня, например, одно из любимых VR-приложений, это, может быть, не очевидно, это Google Earth, потому что там очень хорошая модель Земли, действительно хорошая, и вы можете просто вот летать с одного места в другое, не обязательно там, где у них построены модели буквально каждого домика, можете посмотреть буквально практически каждый участок планеты между где-то 60 градусами северной и южной широты, там, где хорошо ДСЗ работает, в Антарктиде все плохо, и просто встать на вершину горы, глядеться, куда-то улететь. В Сириусе используется виртуальная реальность, несколько наших российских фирм используют виртуальную реальность, мы использовали VR для моделирования высадки экипажа на лунную поверхность, то есть два члена экипажа в VR-очках ходили и взаимодействовали с предметами на Луне, говорили, что очень похоже, им понравилось. И в качестве психологической поддержки считается, что интересно, что в Сириусе 17 экипажу очень понравился, то есть прошлый короткий эксперимент Сириус, экипажу очень понравилась виртуальная реальность с МКС, когда им там можно было разгружать МКС, перекладывать оборудование в разных модулях, но планируется, да, что космонавтам, особенно, когда они уйдут с околоземной орбиты и не будут уже видеть Землю, очень важна будет возможность наблюдать именно Землю, разные природные пейзажи, родные места какие-то, то есть почувствовать себя снова на Земле, почувствовать себя привязанным к планете, к близким, которые на ней остались и так далее. Ну и мы переходим к финальному вопросу. Он уже связан, мы затронем историю и настоящее. Вот Павел Шубин, он, можно сказать, один из современных историков космонавтики и работает с первичными документами в архивах и, соответственно, много сталкивается с тем, как в самом начале космической эры виделось развитие космических полетов. И тогда был просто очень большой энтузиазм у инженеров, они планировали создавать корабли для полетов к Луне, к Марсу, возможно, еще дальше. Но быстро, в течение буквально нескольких лет с ростом сложности создаваемых комплексов они начали упираться в проблемы роста. И что интересно, эти же проблемы, они в той или иной форме возникли, с ними сталкивались и американцы, и, вероятно, сталкиваются сейчас китайцы. И не похоже, чтобы у этой проблемы было простое решение, даже с учетом компьютерных технологий и искусственного интеллекта. Можете нам рассказать и у вас как раз презентация. Сложности создания космических комплексов и систем. То есть проблема в том, что в самом начале космической эры был очень большой оптимизм по поводу ее развития. Собственно, в самом начале, когда происходит освоение чего-то нового, всегда идет резкий всплеск, ответственно отрабатывают технологии, нарабатывают, и все счастливы и кажутся, что так будет всегда. Плюс еще, с одной стороны, это были грамотные инженеры, то есть они были большой опыт, у них был большой ход создания ракетной техники, но именно ракетной техники, то есть ракеты куда проще космических аппаратов. Мало кто тогда задумывался, что это принципиально другой тип аппарата, который затребует больше ресурсов, как человека-часов, так и рублей и долларов, всего на свете, на самом деле. Ну вот на самом деле пример начального оптимизма, это в 60-м году Королев был в полном восторге, там у Мишина в записках есть упоминание, что мы наконец пробили большой план освоения космоса, то есть все, выделены деньги, было выпущено постановление Совета министров СССР и ЦК КПС, все, все счастливы. И деньги пошли, первые 200 миллионов рублей были выделены, именно в 60-й год началась работа над N1, над проектами, и, как я говорю, люди грамотные понимают, что нужно испытывать систему, и, соответственно, вот разработали такой план. В 62-м году запускаются пробные межпоэтные станции, 2МВ-2, они были созданы и запущены чуть позже, потом появляются более тяжелые аппараты, 5МВ-1, там уже может быть ровер, что-то можно, они выглядят туда похоже, но очень большой здесь впускаемый аппарат, ранее тяжелый. При том, что уже, опять же, должно было пойти N1 в 63-м, 4-м году. Дальше уже после полетов этих станций появляются межпланетные корабли ЖРД, то есть облетные миссии, переходим к Эрду, более тяжелый аппарат отправляем как к Марсу, так и к Венере, одни типа практически с самой старта в окно уходим к Марсу, уходим к Венере, вот это уже было в 68-м году, то есть через 8 лет после начала работы вот такие вот планы. Потом более тяжелый вообще корабль там сколько там, 960 тонн к Венере, а потом еще и к Марсу все там высаживается, несколько человек, работают несколько лет, вот планы на ближайшее десятилетие, не пятилетку, десятилетие. В целом эти планы были нереальные, то есть именно по сроку в первую очередь, но в них обрубили уже в 61-м году, где-то за неделю до речи Кеннеди, военные пробили закрытие этой программы, закрытие работы по Данадин именно по финансовым соображениям, чтобы деньги можно было выделить на военные проекты, соответственно, и, соответственно, был закрыт этот проект, потом со скрипом восстановился через пару лет. Но в чем оказалась проблема, причем проблема стала очевидной уже в середине 60-х годов. Причем также хочу сказать, что такой же оптимизм, конечно, был в США. Там тоже грамотные инженеры, которые раньше что-то делали, но при этом плохо оценивали возможность и сложность этой техники. То есть, например, когда Кеннеди выступил, сказал, что мы должны долететь до конца десятилетия, он еще, видимо, при этом, как ни странно, грамотно оценил сроки, но инженеры были куда более оптимистичны, то есть там многие уже писали, что где-то в 65-м году мы точно уже высадимся. То есть, когда Кеннеди здесь летит, это с запасом вообще без проблем. У Маркова про описание программы по Луну есть упоминание прикольной истории фирмы Груман, которая разрабатывала лунный модуль посадочный на Луну, что когда им выделили деньги, это была вертолетная фирма, очень уважаемая, серьезная, то они радовались, что с какой кучи денег там выделили, можно было подправить карликов, сделали бы еще за пару лет. Вообще мы в 65-м году, потратив несколько раз больше денег, подойдя уже с полурабочим практическим макетом в конце 60-х, там уже был практически полный, видно было по полуну 10, что там еще отправляли полуготовый аппарат, там листы идет нахлест, то есть явно его собирали в частичном спешке, на самом деле, то есть сроки оказались слишком небольшие. Ну вот, в целом стало уже к середине 60-х годов, понятно, мне нравится, все экспекторы зашлись вообще, в том числе, которые я ждал от вопросов. Вот, это Поло, был такой инженер, очень хороший инженер, участвовал практически в всех наших программах, так еще с 30-х годов, вот он, лунную станцию зарабатывал, Гагарина в космос посылал, что такое не делал. И он в середине 60-х годов тоже уже явно пытался оценить, нашел это в документах, он сложный в создании техники, как раз в примере американских аппаратов космических кораблей, то есть вот Меркурий, Джемини, Аполлон, я уже добавил шаттл по его схеме, то есть вот он отложил уже известные данные Меркурии, то есть что такое, как сказать космический корабль? Сейчас нужно, чтобы понять идею, мы делаем космический корабль, все на уровне правительства, но этого недостаточно, то есть вот, должно выделить фирмам, сказали, вот покажите, какие корабли вы можете нам сделать, работа работает, дальше вот начинаются варианты эскизных проектов, фирмы выдают, этот проект нужно утвердить, то есть все, финальный проект, то есть мы проработки, уже некий финальный проект по массе, по характеристикам, по энергосистемам, все, мы его утверждаем, его уже менять нельзя, все время не будет его переделывать, по этим системам начинаются уже подрядчики делать комплектующие, дальше начинают наземные испытания, сброши с парашютов, например, тепловакуумные, любые, опять же, летный экземпляр, понятно, первая летная, когда мы сделаем, отправили в космос, ну и, наконец, готовность ПК, это считается, когда можно считать принято на вооружение, в эксплуатацию, что-то у души угодно, и хорошо видно, Меркурий сделали, достаточно очевидно, вот, от нуля, где-то, два с копейками года, вот, все, это, Джемини, более сложный аппарат, мог маневрировать, это делали уже порядка трех лет, Аполлон спокойно дотягивает до семи лет, то есть как раз, от первого, первые шестьдесят седьмой годы полет первых, шаттл благополучно дотянул до двенадцати, я это еще ему польстил, потому что я вот готовность ПК поставил на первый полет шаттла в восемьдесят первом году, соответственно, а это в лучшем случае на начало летно-космических испытаний для шаттла, потому что на самом деле эксплуатацию он принял еще через года три-четыре, первые полеты шаттла, это были чистые летно-космические испытания, хоть и с пассажем, с экипажем на борту, то есть реальности надо затягивать до пятнадцать лет, причем, опять же, все эти аппараты, особенно первые Меркурий, Джемини, Аполлон, да и Шаттл, это создавались с большой господдержкой, денег по многому не жалели, на самом деле, то есть первая часть это было время разработки, тогда часто шли на нарушение скорости отработки, там создания стендов и так далее, потому что реально спешили, понимали, что спешить нельзя, этого делать не надо, но определенная спешка как раз из-за самодействия соперниче с СССР была, то есть из-за чего погиб экипаж Аполлона-1, например, у нас это Союз-1, все вот то же самое, при том, что, опять же, грамотные инженеры происходимо понимали, какие вещи можно и нельзя, но все равно получалось обходить плохо. Ну вот, двенадцать лет, то есть, вот кто говорил о горизонте планирования, вот, то есть обычно человек здесь не планирует, за два года там, участники, это вот десять лет условно, горизонт планирования, это у редкого человека, причем такой вот сейчас, и вот через десять лет будет готова, не просто я надеюсь сделать, а вот надо начать сейчас и сделать через десять лет. Государство теоретически может, но в любом случае она ограничена, если там сроками предвыборной кампании, то есть там, понимаешь, что президент там сидит, ну, по-разному, в разных странах, по-разному, ладно, и вот эти сроки, как ни странно, не изменяются вообще, то есть тогда были много денег, казалось бы, сейчас любимая идея, что сейчас компьютерные системы проектирования, кат и прочее, но как ни странно, именно на сроки производства они не отображаются, вполне возможно, они отображаются на цене разработки, в меньшую сторону, сроки, они не уменьшают, порой даже современные проекты получаются более длительные, потому что более сложные, были там надежды, что они снизят, например, из-за макетов, ну, можно не делать макет, все на компьютере сделать, в принципе, все равно получается приходится делать макеты, ну, смотрите, вот современные аппараты, пожалуйста, ну, это схема делала в прошлом году, дракон 2 стоит, еще не вышел на лед из спины, но как раз поставил где-то в это время, как он должен был полететь, вопрос? Нет, я думаю, все посмотрели на линию ПТК-НП и немного расстроились. Я еще Федерацию написал, когда уже Орел писать, хотя я еще не привык к ПТК-НП. Только ПТК, потому что вариантов изменения названия будет еще, я думаю, не один. Ну, все так посмотрели на Федерацию, вот я хотел обратить внимание на сверхоптимизм SpaceX со Starship, соответственно, причем, опять же, я его польстил, я заявил, что эскизный проект уже готов, в прошлом году писал, то есть в реальности было очевидно и тогда, что эскизный проект, он еще там вилан по воде писан, он будет изменяться 20 раз, соответственно, потому что вот что-что, а изменения там идут по полной. То есть в реальности нельзя делать аппарат летный, перед чем не утвержден проект, вот видели, какие схемы физически. Соответственно, фраза о том, что они прилетят в 2024 году, у всех вызывает большой скепсис, эскизного проекта реально нет, вот уже это вот точка на 2024 год, когда он хочет облететь вокруг Луны на Starship, объявил реальный срок. То есть вот пример того, что опять же этот 2024 год явно пошел с привычным в горизон планирование. Если там Маск объявил бы, что я планирую запустить там в 1935 году, никто бы не обратил внимания, соответственно. тогда кто-то живет до этого, не до этого будет. 2024 год, это вот рядом, все понимают, что вот мы будем смотреть на этот замечательный срок, при том, что как видно по тому же Дракону 2 или по другим проектам, реальные строки отработки у SpaceX такие же, как у всех на самом деле. Может быть у них дешевле, охотно верю, что у них дешевле, но сроки создания сложной космической системы никак не убиваются из графика. При том, что хотел бы обратить внимание, что Starship это не просто корабль. По заявлениям, то, что хочет, по его характеристикам, он должен быть сложнее спейс-шаттла физически. Это вторая ступень, перво возможно. Вторая ступень по сложности корабль, у которого нет аналогов, он сложнее спейс-шаттл, он должен входить со сложным аэрономическим качеством в атмосферу, планировать, стыковаться на орбите, летать вокруг Луны, то есть иметь сложную систему связи. Каждый элемент нужно отработать. Эти элементы физически сейчас просто нет. Вот такая вот грустная, на самом деле, картинка. То есть у нас Федерация заходит в 2020 год. У Starship, я думаю, если были бы деньги, соответственно, он мог бы полететь только где-то в этом же году, через 20 лет после начала разработки. такие вот показывают схемы разработки. Ну а все-таки в чем вопросы цены? То есть одна из проблем, почему такая стоимость разработки в том, что есть свечка, которая требует своих денег. То есть нельзя опять обойти. Вот я хотел показать примеры. Вот смотрите, цена серийной продукции. То есть отработка закончена, мы уже штампуем их как… Я взял это советские деньги, условно 60-х, ну частично 70-х годов. То есть вот семерка, 8К-78 стоила 1 миллион рублей. Серийное производство. Причем это 8К, но 78, но без блока Л. Три ступени. То есть миллион рублей нормальная цена. На самом деле она была практически до самого распада Советского Союза. Это цена. 1 миллион. Портон стоил 5, например. Восток, как можно заметить, стоит тоже 5 миллионов рублей. То есть 5 семерок можно сделать. Вот корабль Гарин стоил 5 миллионов. Именно изготовление корабля, не разработки с испытаниями, а именно изготовление. Ну и также можно посмотреть на Ту-154, опять же серийный лайнер. Некоторые из вас думают, возможно, мы летали, соответственно, когда он был на рейсах. Соответственно, вот он тоже стоил 5 миллионов рублей. Сравнимая цена на самом деле. А вот ниже цена разработки и программы. Я бы рад показать разработку Востока, но именно цифры не видел, только цену корабля. Ну вот N1L3 4 миллиарда рублей. В тысячу раз больше можно было бы постоить вот 5 тысяч космических кораблей Восток, грубо говоря, серийных. Не знаю зачем, но вот уровень повышается, цены. Так ведь? Цена разработки вот Ту-144, 341 миллион рублей. Тоже приличная цена на самом деле по сравнению с верхней этой. То есть это сверхзвуковой должен быть пассажирский самолет, который создали, он летал, но по сути на крыло так им ее не поставили. То есть цена разработки это создание всех базы из первых серийных для отработки. Ту-154, он более простой, цена всего 55 миллионов рублей, но при этом в 10 раз больше, чем один серийный. Ну и самый вот пример, вот эти цифры просто для нас ничего не значат на самом деле. Что для нас миллионы советских рублей, что называется, которые сейчас совсем другие рубли, с другим этим, ну вот я хотел привести пример, вот тоже советских цен, строительство города на 1 миллион человек с нуля, причем в те же самые строки, что N1-L3, тоже порядка 4,6 миллиарда рублей. То есть программа полета на Луну не реализованная, она стоила столько, что можно было в пустом поле практически построить голод и обеспечить населением 1 миллион человек. И вот как на уровне государства возникает вопрос, на какие прогреты давать деньги? Ответственно, обеспечение жильем населения, если они живут плохо, либо вот отправить несколько человек на Луну, поднять общий оптимизм населения, грубо говоря. Это вопрос возникает сейчас, всегда. На что тратить деньги, тому же государству? И частников такие же, а просто может быть они не будут строить дешевые жилья, дешевые жилья могут. Ладно. Ладно. Вот как вы думаете, почему я обидел эти странные системы? Какие идеи? И что лишнее? Наверное, вот этот дом. Нет, как ни странно, этот дом не лишний. Вот это, ну понятно, это башня эволюция в Москве, Москва-Сити. Вот это Аэробус А380, самый крупный серийный, патологический самолет, хотя уже прекратили выпускать. Вот это крупнейший спутник связи, у нас благовестный, в мире он достаточно большой, реально очень большой, тяжелый, серьезный спутник производства Красноярска. Так вот, вот эти вот три системы, у них объединяет одно, приблизительно одна цена, 500 миллионов рублей, долларов, извините, 500 миллионов долларов. То есть все вот эти три системы стоят приблизительно 500 миллионов долларов, ну плюс-минус там, пусть будет от 300 до 600, тем более, что цены на башню разнятся в разных источниках. И что это значит? Ну, например, пару лет назад я такой приводил к примеру, возьмем Порошенко, которого все знают, и все считают его богатым человеком, вот эти, скажем так, год на 16-й, все его состояние, официально там описанное Forbes, если бы он потратил все свое состояние, он не смог бы купить обычный серийный спутник на гестационар с введением на орбиту, потому что его не хватало, этих 500 миллионов долларов, все его состояние. Сейчас, после того, как он прекратил быть президентом, и денег стало больше, он может уже, но денег не останется, грубо говоря, у него там 700 миллионов сейчас написано. А лишний, как ни странно, вот это наш новый марсоход 2020, перси северенца, я никак не могу его запомнить. В общем, вот его недавно отправила США к Марсу, соответственно, его тоже можно считать отчасти серийным, потому что он сделан на базе Curiosity, то есть многие вещи были вложены, отработаны, и он лишний потому, что он стоит уже 2 миллиарда долларов, соответственно. можно оценить, вот как это выглядит, соответственно, цены текущие. Просто когда, вот сказал человек, озвучил, что страшные суммы были, возможно, вложены в интернет, там 2 миллиарда, которого бы хватило на все. Нет, 2 миллиарда, это в космическом, это такая, хорошее, цена вообще, можно сделать что-то хорошее, но ничего экстремального, на самом деле, честно. Для экстремальных нужны уже другие цены. Ну вот, дальше, еще пример. Чем хороши пилотируемые корабли, на самом деле, у них есть плюс, у них, скажем, себестоимость за килограмм меньше, чем у межпланетных станций. Там, порой, все вообще страшно, как видно на марсоходе. Ну вот, «Союз». Обычный корабль, который сейчас летает, он стоит порядка 61 миллион долларов. Я долго бы сейчас пытался, это делал в экстренном сейчас, поэтому, если будут какие-то ошибки, не удивляйтесь, но смог найти, взял цену из стариковых выплат за «Союз МС-10», который аварийно сел при старте. То есть, можно считать, что цена «Союза» с выведением стоит 1 миллион долларов. Эта цена интересна тем, что, например, «Роскосмос» продавал последнее кресло уже за 80 миллионов. Одно кресло. Молодец, или не молодец, не знаю, как это судить. Конечно, молодец. С чего нам зарплату платили? А вы где работаете? Только «Роскосмос» выдавал не энергии, я боюсь, так ведь? Энергии доставало 61 миллион. Так, ну, опять же, станция «Мир», когда-то была самая большая станция, чтобы летела на армите, вот и по оценкам, нужно сравнить эти две цены, все-таки деляет почти 20 лет, но на 2001 год мы потратили 4 миллиарда долларов уже, 4, 2 марсохода вот к Марсу сейчас. Ну и наша гордость, если можно, станция МКС, вот считается, что за все это время на нее потратили 150 миллиардов долларов, 150. То есть, при том, что, по сути, это самое большое, что мы сделали, но если сравнивать, ну, с полетом на Марс уже где-то сравнимо, если сравнивать там с крутым полетом внутри системы, это уже мало, с межзвездным кораблем это уже несравнимо, грубо говоря, атаковать, то есть, сколько она там весит, 400-500 тонн где-то на низкой орбите, не буду спрашивать. Если про наш, то он 4,5 тысячи тонн, из которых где-то половина это гелий-3, дейтерий, билеты, так что это? Нет, я говорю, вот, МКС весит 450, где-то 500 тонн, она здесь, ну, масса. Мир весил что-то 150, что-то такое. Вот, и эти 500 тонн на орбите весят 150 миллиардов, причем там ансидно-мало топлива, то есть практически все, что нужно для периода есть, но нету многих систем необходимых, то есть там системы активной защиты нет, больших багов топлива, сложных дорогих двигателей и так далее. То есть, если считать межпланетный корабль, вот мы решили сейчас строить все, то, думаю, можно сразу там два нолика там или три приписывать, и там уже будет, скажем, 2 тысячи миллиардов долларов, 2 триллиона, 2 тысячи миллиардов долларов. Ну, если про межпланетную, то вот Александр Хохлов в 16-м году, или 15-го, в общем, со своим проектом Argo, он там высчитывал, по-моему, что-то в районе 7 миллиардов за облетную эмиссию Земля-Венера-Марс. Ну, была сверхпростая эмиссия. Да, просто облетная, без посадок и прочих, то есть набор модулей. Кстати, хотел бы отметить, что Аполлон в современных ценах где-то столько же и стоил, по разным оценкам, если пришли, где-то 150-170 миллиардов долларов. Опять же, не дотягивает даже. Марсианский корабль, думаю, марсианский, это где-то миллиардов 300-400, если сейчас строить. 2 тысячи миллиардов долларов для межзвездного корабля, это явно низкая оценка, она сверхзанижена, как же для строительства, скажем, колонии на Марсе, это все низкие цифры, то есть там, скорее всего, будет уже десятки тысяч, если сотни тысяч, миллиардов долларов. К чему это? О, это вот как-то меня торкнуло в 12 часов ночи, я решил построить картинку зависимость ВВП, ВПС для стран от их населения, соответственно. И получилась вот такая прикольная картинка, то есть, условно, здесь вот, сколько денег в этой стране, соответственно, здесь сколько человек живет в этой стране. Ну, вот эти три страны так замечательно выбиваются, что очень мешают анализировать, поэтому вот эти вот группы этих стран вынесли на отдельную схему. Причем интересно, достаточно видно вот эта полоска Германия, Россия, Бразилия, Индонезия, то есть приблизительно один и тот же уровень ВВП, ВПС, но большее население, чем больше населения, тем можно считать несколько падает в уровне жизни, хотя, если честно, оценить уровень жизни, я не знаю, как это сделать, это практически мифическая величина. Так вот, к чему это я? Понятно, что не все деньги можно потратить государству, скажем, на межзвездный полет, она все-таки должна содержать бюджетников, сделать социальные проекты, строить школы, больницы, заказывать военные оборудования, которые тоже строят, то есть, но посмотрите уровень цен, вот, соответственно, 3000 миллиардов, соответственно, вот, у Германии в год, соответственно, там, у Японии 500, ну, и США, выгодит там, за 20, не доходит вместе с Китаем, то все эти деньги он может потратить на этот полет, то есть, если вдруг США захочет отправить межзвездный корабль, если вдруг он действительно стоит 20 тысяч миллиардов, то ему придется закрыть все свои социальные проекты, вообще все, уронить уровень жизни до минимального уровня, и там лет за 10-15 там построить на орбите, наконец, межзвездный зонд и отправить его к радости на голоплательщика США, вот. И вот проблема именно в том, что космические системы, почему они должны столько стоить, они стоят очень дорого, ну, на те что, ну, понятно, это сейчас, ну, точнее, это где-то на 16-17 год я строил, может быть, все-таки уровень мировой ВВП растет, соответственно, то, что Аполлон оказался в 70-е годы запредельные дорогая вещь, МКС такой же ценой, ворчит, ну, все выделяют деньги, строится и развивается, на самом деле, и уже заканчивают это. Ну, вот я сделал мировой ВВП, и видно, с одной стороны, да, он растет, хотя хорошо виден финансовый кризис 2008 года, что-то у меня есть подозрение, что здесь будет финансовый кризис 2020 года, вот такой же спад, соответственно, совсем не смущает, если честно, когда я построил логарифмическую модель, то есть видно, что, казалось бы, такой рост даже прямой нет, то есть идет спад, на самом деле, нет, если провести прямую, то она все ниже, ниже опускается угол, то есть совсем, не знаю, сколько придется ждать лет, между, конечно, видно, 70-ми и там, 2020-м разница уже 3-4 раза, но это 3-4 раза, к концу даже 21-го века, может быть, будет еще 4 раза к настоящему уровню, это мало. Ну, все, первый вариант о том, почему, как сложно делать технику, сколько требуется средств и денег, надеюсь, я это показал, там короткий, вторая часть, которую мне сначала сказали, по нему рассказать, а потом переключили на сложность. Вопрос, можно ли сделать вообще аппарат, который способен пролететь, я взял в тысячу лет, скажем, для этого, проработать систему, то есть, какие есть там вопросы, сложности, то есть, с одной стороны, без проблем, мы делаем сложные системы, которые очень долго работают. Собственно, в перемежутке, скажем, сто лет, для нас вообще никаких проблем представить такую систему, то есть, я уверен, чем дальше будет становиться чем больше, то есть, мы уже знаем превосходно там, какие-нибудь проигрыватели, которые принадлежали нашим бабушкам, там, спокойно работают холодильники в США, сделанные в начале 20 века, там, инженеры были достаточно высокого уровня, а тогда это была новая техника, они пытались сделать их максимально прочными, чтобы они ломались каждые 5 минут, и порой закладывали слишком хорошо, и многие моменты известны инженерам, как сделать лучше, просто сейчас есть там маркетинговые некие проблемы, чтобы я быстрее ломался, порой даже программу делали, чтобы медленнее работало, чтобы покупали новые, ну и сама система порой старевает, то есть никто не будет сейчас слушать кассетный приемник, думаю, даже если он превосходно работает с 70-х годов. Есть определенные личности. Ну, верю, ладно, очень небольшой процент, я согласен, что есть, и многие будут снимать на пленочный фотоаппарат, я лично снимал там, ну и чем дальше, тем будет порой сложнее найти пленку, придется делать самостоятельно, кассеты начнут рваться и чем-нибудь еще. Но при этом мы превосходно знаем, что у нас есть возможность делать долговременно, вот это пражские часы, вот это был Праге, наверняка узнали, вот о них построили в 1420 год, но по сути не так хорошо работает, что их периодически обслуживают люди, то есть если это будет межжвездный корабль поколений, где есть люди, то они могут спокойно обслуживать систему, превосходно зная, и потихоньку ее чинить, если там что-то сломается, то есть это самый простой вариант, то есть более сложный, это конечно, если людей не будет, или там в анабиозе, и хотелось бы, чтобы все это работало без людей, и все функционировало, но тем не менее время вот есть, но мне, честно, больше нравятся Стражбургские часы, они интересны тем, что не такие уж они старые, казалось бы, жалкие 1743 год, но при этом они именно строчные астрономические часы, то есть там они предусмотрели все, что можно, там процессию земной орбиты, он показывает, что это, в том числе показывает дату, вот видно, 2009 год на фотографии специально вырезал, то есть изначально механизм был заложен на смену года, чтобы он показывал, эта двойка впервые поменялась, вот соответственно, через 200 лет, по сути, ну, меньше 150, а после строительства этих часов тройка появится только через тысячу лет на этих часах, и через 10 тысяч лет наконец механизм отработает свою заложенную возможную программу, и будет показывать неправильно, более только астрономические часы в то время уже были очень точные, то есть уход, например, на минуту был где-то лет за 10 в этих часов, если их специально еще поддержатся, они будут работать, а если делать современные, то есть титановые эти, там, тефлоновым покрытием, все прочее, то они могут реально истираться и уходить очень медленно, и такой пример есть, Безос потратил кучу денег и построил часы на 10 тысяч лет, вот они, там где-то какой-то на участке, подлежащему Безосу, какой-то в горе выбили, это поместили до часы, которые специально разработали инженеры, обеобещавши, они проработают 10 тысяч лет, соответственно, как ты думаешь? На одном заводе? Ну, в смысле, они не обслуживаемые? Ну, условно, сейчас скажу, а как думают, сколько они стоили Безосу? Сколько? Миллион долларов. 50 миллионов долларов, уже сравнилось с кораблем Союз, например. Нет, они преосуду понимали, то есть, что основная проблема это где-то брать энергию для этих замечательных часов, поэтому они там предусмотрели кучу вариантов, то есть, от разности температур, предусмотрели, что там может любой человек посетить, только надо взять рюкзак, зайти куда-то в горы, пробежать в пещеру и ткнуться в эти часы, но время они не показывают сами по себе, это много энергии тратило. Чтобы показать время, надо взять какой-то рычаг и крутить, 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 пока не зарядится, и он начинает показывать время. То есть, они частично будут использовать энергию мимо проходящих путников. И вот, обещали 10 тысяч лет, причем специально ввели поправки, там, JPL рассчитала им на тысячу или на 10 тысяч лет солнечные там поправки, они будут корректировать по солнцу, там, это какая-то есть схема. Вот, схема разработана, 10 тысяч лет, и они надеются, что они отработают. Но в любом случае, деньги у Безоса взяли и построили. Самый любимый пример, Voyager, то есть, опять же, когда инженеры строят что-то очень долгое и которое нельзя испытать, потому что основная проблема проверки работы на 10 тысяч лет, по правилам, условно, если мы делаем там корабль СЖО на 3 года, мы должны эти 3 года на Земле его испытать, сказать, что все заработало, пожалуйста, можно отправлять в полет. Тысячу, и как-то не хочется ждать для проверки, поэтому надо как-то надеяться, что все заработает. Так ведь? Инженеры, которые делали Voyager, они были связаны, они были, никто, думаю, не думал, что он проработает так долго и пролетит в Солнечную систему. У него была очень такая небольшая изначальная миссия, и просто инженеры делали ее как можно надежнее, что если что-то откажешь, можно было компенсировать и все прочее. И на самом деле, чтобы ничего не сломалось, при том, что хотел отметить, что он сломался. Voyager 2, кажется, сломался сразу после его введения, причем не просто сломался, у него приемник благополучно отказал, соответственно, так, что у него стало неизвестным, то какая частоте он будет принимать, если это приемник, ушла частота. И вот все эти годы несчастные инженеры GPL вычисляют эту возможную поправку, где она может оказаться, и посылают в этот сигнал, и чаще всего угадывают. При этом аппаратура достальная работала, обычно, если что-то не сломалось в самом начале, то работает очень-очень долго. Единственное, чего, по сути, не хватает этих систем, это энергия. То есть аппаратуру, которую мы можем делать, часы, даже радиоэлектронику, мы в целом можем представить, как это делать. Она может быть тяжелее, чем привычная нам, но это возможно. Энергия, у тебя брать энергию. Вариантов немного, потому что мы летим между звездами, и там света мало, к сожалению, не знаю, можно из космических лучей вытащить энергию. Говорят, нельзя. То есть, соответственно, надо как-то брать с собой. Два человека, говорят, нельзя, верю. Так, я переборщил. А, ну, тут просто пример того, что уже закладывают очень большое промежуток времени. Например, США опустила атомные подводные лодки, уже десятками строят, что у них необслуживаемый реактор. Во всех весь срок службы, десятки лет. То есть их загрузили при строительстве урана в начале этого. И только через 40 лет условно можно считать, что он закончится, его не будет вытаскивать, его сразу спишут, соответственно, ну, возможно, реактор после этого утилизирует. Мы тоже делаем такой реактор, необслуживаемый, десятки лет, а время всего срока службы. Все, туда никто не входит. После строительства он сам работает, инженеры заявили, что так и будет, посмотрим, как это получится. Наши инженеры от Росатома тоже говорят, что мы сделали такой реактор, и на следующей лодке он тоже пойдет. Так вот, энергия. Той же реактор, когда упомянул. Ну, собственно, есть два варианта, на самом деле. Это именно реактор. Тут проблема в том, что слететь тысяча лет. Я смотрел не 10 тысяч, а тысяча. Это последний слайд, не волнуйтесь. То же самое, надо смотреть, сколько нужно урана для этого взять, чтобы хватило на все это время, чтобы он отработал. Потому что все-таки закон сохранения энергии никто не отменял. Реактор, который работает тысячу лет, должен стирать больше урана, чем тот, который работает 10 лет, грубо говоря. Опять же, вопросы сложности управления. Ну, вот, например, слева реактор. И у него много вариантов, он такой странно выглядит. Там реактор взрывного действия, импульсный графитовый реактор. Курчатов, это конец 50-х годов его начали зарабатывать для ядерных ракетных двигателей, называл его доут-3, до третьего удара. Имелся в виду его апеллистичный удар, чтобы построить реактор, пока его не скосит окончательно, соответственно. Он замечательный тем, что у него нет никакого систем управления. Там такая хитрая графитово-урановая кладка, такая, что когда начинается реакция, она идет некоторое время и нагревается. А когда нагрелся до природных примжен, он расширяется, реакция падает, прекращается, он останавливается. Его невозможно взорвать, сломать, ничего. Он будет вечно работать в этом выпульсном режиме, пока отрабатывается весь уран. Не знаю, сколько это будет вариантов, но тепло он будет выдавать, соответственно, можно это тепло пустить и как-то получить энергию самыми разными способами. Но мне не нравятся реакторы. Точнее, у них, понимаю, что у них плюсов большая плотность энергии, она самая меньшая, но все-таки у них есть там будет нейтроны потока и прочая хрень, которая может, думаю, мешать электронике и сложнее будет в нее проектировать. Но это вариант. Как вариант, опять же, все зависит от времени работы. Это термизотопный генератор. Есть пример СНАП-27, который оставили на Луне астронавты. Кема очень простая. Внутри изотоп какого-то вещества, который нагревается, тепло сбрасывается и сразу температура элементами пельтики получается электричество. То есть там содержалось так называемый плутоний-238, в нем период полураспада 88 лет. Это единственное, что ограничивает время работы реактора. То есть через 88 лет половина плутония распадется и где-то может быть в половину, хотя на самом деле меньше, раз температура упадет в выработку энергии. То есть теоретически можно подобрать некий изотоп, который будет полураспад, скажем, тысячу лет, через тысячу лет. Но проблема в том, что, опять же, закон сохранения энергии никто не отменил. и, ну, понятно, что чем больше элементов распадается в атоме, тем он, соответственно, выделяет больше энергии. Это, думаю, совершенно очевидный момент. То есть, например, там крупица, практически невидимая глазом, эсцезия, это 103, не помню, номер, у него период полураспада сотни дней, если его бросить там в кувшин с водой, хоть крупинку не видно, эта вода начнет кипеть и выделяться как пар. Энергии очень много. Если на тысячу лет, энергии будет дляться очень мало. Соответственно, очень маленькие будет раз температура. Надо будет думать, как я эту температуру в саду дюары многослойные запихнуть, чтобы как-то их увеличить и получить какую-то температуру, и все, энергии будет очень мало. Единственный разный, что плюс, например, если это был бы питали от этих изотопных генераторов, электроактивные двигатели, это был большой бак ксенона, что много энергии требуется в начале полета. Когда ксенона много, масса максимальная. Ответственно, в конце полета бак пустой. Соответственно, ксеноновых РД можно куда меньше включать. Соответственно, там можно куда меньше энергии. Можно сделать, скажем, пилорус-плоспада там лет 300, чтобы первые 300 лет максимальный разгон, а уж потом как-то накапываем, что-нибудь еще. Ну, это просто вариант. Вот я просто предупредил, что в целом возможно, но примеров гораздо можно. Ну, сделать все это возможно с точки зрения энергии, но есть свои нюансы. Все. Ну, комментарий какой, что вот ядерный реактор не обязательно делать вот таким вот одноразово загруженным. Вот как я говорил, можно просто в космосе делать то, что не лица на Земле, протаскивать стержни. Длинные такие проволоки висит там на километре. Помните, есть такое, да? Ну, вот собственно и все. То есть, я на самом деле за реактор, у него там на порядок все-таки выше энерговыделения, чем термоизотопного там. Я думаю, что даже не на порядок, а в десятки раз, но на единицу массы. Ну, вот собственно и весь мой комментарий. То есть, то, что вы рассказывали, в общем-то, остальное, с моей точки зрения, все правильно, да, вот и все.